Больше полувека в родных стенах технического университета. Сергей Леонов, преподаватель легенда, как и его отец Леонид Леонов, физик, математик. В 41-м году он приехал работать преподавателем в Барнаул из Запорожья. В то время на Алтай эвакуировали Запорожский машиностроительный институт. И впоследствии на базе этого института будет зарожден сам политех. После войны многие преподаватели останутся в Барнауле, в том числе и Леонов-старший. Ну, как педагог он был, в общем-то, известный педагог. И я сам у него учился. Это было очень тяжело. А почему? Ну, потому что не надо учиться у своих родителей и родственников. Дело в том, что ведь он прекрасно понимал все, что я знаю и чего я не знаю. И поэтому на экзаменах я старался всегда попасть не к нему, а к тому, кто вместе с ним вел у нас занятия, лабораторные работы. 23 февраля 1942 года в институте начались первые занятия. А в мае 43-го года были выпущены первые 13 инженеров. И все-таки почему из Запорожья институт эвакуировали именно в Барнаул? Удаленность, во-первых, от фронта. С другой стороны, наличие реки, железной дороги, трудовые ресурсы здесь были. Я думаю, что поэтому было принято решение. А почему уже вуз сюда приехал? Ну, здесь логика самая простая. Раз предприятия, предприятия без учебного заведения, наверное, не смогут. Так же, как, кстати, и учебные заведения без предприятия. Работали первопроходцы в непростых военных условиях. Температура в аудиториях пускалась до 10-15 градусов мороза. И студенты сидели в одежде, в варенках, в телогрейках. Вот, и даже вот я вспомнил один документ, где было написано, что чернила. Чернила отогревали девочки. То есть держали чернильницу, отогревали. Замерзали. Появился бы в Алтайском крае политех, если бы не эвакуированный Запорожский институт. В самом университете говорят, да, техническая мысль в краевой столице так или иначе реализовалась бы. Но, однозначно, война ускорила этот процесс. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...